Продолжение следует... 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 масштабах. Неплохое вдохновение, вам скажу, что за 20 лет на нем двигаться. А вот все-таки сейчас, когда каждый раз открывается новая точка, вы лично присутствуете? Перерезаете ленточку? Сейчас нет. Очень большое количество. Сейчас 260. Мы к концу года планируем на цифру 300 выйти. Сейчас просто физически невозможно. И география большая. Мы собираемся в ТВ выйти, в Кызыл. И поэтому везде не наездишься. Знаковые открытия, вот как в Иркутске, или сотый магазин хороший открывали, там присутствую на открытии, конечно же, надо. Интересно, потому что, слушай, что люди говорят, как относятся, какое первое впечатление, как работает система. Безусловно, на открытиях бывать интересно, но на каждой уже не есть. Это уже система работает. Волнение же все равно какое-то присутствует. Каждый раз это как рождается новый ребенок очередной. Хоть у вас уже 280, но все равно. Если не присутствует волнение, а работает машина, и тебе все равно. Я думаю, для бизнеса это очень опасно для будущего. Потому что волнение каждый раз, ну, как на сцену выходишь, то есть ты представляешь себя, свою компанию, как это будет работать перед большим количеством людей. Волнение, безусловно, каждый раз присутствует. Все потому, что от души. Но скажите, впереди еще 20, а может быть и не 20, еще и больше лет. Развитие какое вы видите? Какие у вас планы, которыми вы можете поделиться сейчас? У нас сейчас несколько форматов. Это аллея, командор супермаркет, магазин у дома и хороший. Это формат, направленный на разные ситуации потребления. Вот. В современной ситуации требуется, чтобы еще больше, еще точнее фокусироваться, потому что люди в разных ситуациях все по-разному ведут. И один и тот же человек от сезона, от того, куда он поехал, что ему нужно, ведет себя по-разному. И основной фокус будет на взаимодействии с покупателями, понимать более точно, что ему нужно, более точные форматы делать, развивать систему лояльности. Мы движемся очень активно, успешно в взаимодействии с нашими местными производителями, которые на территории края, потому что свое родное, близкое, вкусное. Свежее. Свежее. Чтобы наладить эту систему, и чтобы от слова свежее к реальным действиям перейти, это большой объем работы. Хорошо получается. Я вижу там отклик, отзыв. В этом направлении будем двигаться. Система лояльности, работа с местными производителями. Сейчас мы будем тестировать онлайн-продажи. Вот. То есть через сайт можно будет что-то покупать? Да. Да. Это чем удобнее людям, тем лучше для нас и для взаимодействия. А нужно будет приезжать забирать в соседний магазин, который тебе по пути, или это все будет доставлять? У всех любимая тема. Она на слуху, она очень модная и популярная. Сейчас пока технологии не позволяют столь качественно делать, как это желается в идеальной картинке. Поэтому мы будем тестировать, пробовать. В эту сторону точно надо двигаться, потому что это вызов времени. Онлайном тоже займемся. Ну и в ближайшее время мы открываем завод по хлебу новый. То есть помимо своих личных пекарей это будет какой-то еще большой объединяющий. Да, централизованная для того, чтобы делать лучше, больший ассортимент и более равномерное качество. Тоже важный веха хлеба. Я считаю, что наша такая ситуация. Это серьезно уже. Да. А вот вы как раз я спрашивала вас про супермаркет Каландор, который на 78-й добровольческой находится. Это мой родной супермаркет, который я почти каждый день хожу. Я скажу, что к супермаркету привыкаешь. И ты действительно в какие-то прилавки ходишь интуитивно. Ты запоминаешь, что здесь вот сахар, здесь гречка. И когда что-то меняется, так сразу непривычно. Поэтому люди часто и не отдают предпочтение кому-то другому, потому что свой родной уже привык. Вы как-то эти вещи тоже просчитываете? У нас был план переделать этот магазин радикально и сделать другой формат. Но общаясь с покупателями и с людьми, которых я там уже знаю, узнаю, вместе разговариваем, говорит, Элег, не переделывай, пожалуйста. Этот магазин уже как старые удобные тапочки. То есть настолько привычно все ее родное. И мы поэтому не сделали там резких движений, а постепенно хлеб улучшили, мясо сделали, поставили в аренду производителей. Постепенно улучшения работают. Кардинально не стали делать. Ну правильно, люди же в тапочках ходят туда уже практически. Это наш флагманский магазин и ассортимент тонко подобран под людей, которые там живут. Тем более люди, которые после работы совершают покупки, они делают практически это на автомате. И у них уже своя протоптанная дорожка в своем любимом супермаркете. Но все-таки к 20-летию компании какие подарки вы готовите для уже покупателей? Это наш совместный с покупателями праздник. 20 лет мы вместе. Поэтому все, кто приходит к нам в гости, праздник хорошо разделить. Вот сегодня у нас было в шести магазинах шесть 20-метровых пирогов. Несколько центнеров. Очень вкусное пробование было. А в ближайшее время, с сегодняшнего дня, стартует акция призолов. Мы будем раз в неделю разыгрывать 20 призов. Это бытовая техника, телевизоры, холодильники, айфоны, видеоприставки, путевки к морю. Ну вот это неплохо. Три автомобиля будет разыграно. Очень хорошо. Масса полезных вещей. А давайте сейчас я предлагаю в течение шести недель. Даже посмотреть сюжет подробный, где сейчас про это все расскажут, как раз про эту акцию. Давайте посмотрим. Именно так, мне кажется, хорошая компания должна отмечать свой день рождения. Не только радоваться достижениям, но и радовать своих клиентов. В данном случае покупателей. Компания Командор в свой 20-летний юбилей так и делает. С сегодняшнего дня в сети Командор стартует акция призолопа. Это значит, что будет много призов. И ничего специального для участия в акции делать не нужно. Просто прийти и совершить покупки. Только обращайте внимание на специальные этикетки. Это товары участники. Нужно купить два товара участника в Командоре или три в Аллее. Причем, когда рассчитываетесь, обязательно используйте карту копилка. Условия розыгрыша. У меня вот такая вот модная, электронная. И на вашем чеке вам присвоят электронный номер. Как думаете, выиграю машину? Возможно. А дальше остается только ждать. Каждую неделю будет проходить онлайн-трансляция на сайте и в соцсетях и разыгрываться огромное количество призов. Это и холодильники, и телевизоры, и айфоны. И главный приз – автомобиль. Причем не один, а три. Еще две поездки на море. Красота. А сейчас я уже на дне рождения Командора. Чувствую себя неловко, потому что без подарка пришла. Здесь все как полагается. Шарики, торты. Сейчас будут поздравлять сотрудников компании. Командор, альбом, альбом, альбом. Были выделены сотрудники, которые отработали в компании более 10 лет. Они будут награждены денежной премией. А сама я отработаю в сети уже 12-й год. Очень люблю свою компанию, горжусь компанией. Главное правило – всегда быть готовыми к встрече покупателей. Вы такая серьезно улыбнитесь. Всего в компании Командор 10 тысяч сотрудников, только приставки и 600 из них работают уже больше 10 лет. Мне кажется, это показать. Настроение, на самом деле, с утра такое, даже, я бы сказала, немножко нерабочее, потому что чувствуется правильно обстановка. У нас в компании очень отзывчивый коллектив и очень хорошие руководители. Три, четыре. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Вот такие веселые эмоции. Женский коллектив в основном, я смотрю. Да, большинство работают. Большинство – это женский коллектив, но и мужчины у нас тоже работают, просто не показали тебе службы. Как сказали сегодня девушки в сюжете, настроение не совсем у них рабочее, но все-таки как еще сотрудников будут отмечать? Может быть, у вас какие-то свои корпоративные мероприятия будут запланированы? Сегодня целый день было отличное праздничное настроение. День рождения традиционно с утра на обед в тортике во всех подразделениях, во всех магазинах чайпития было. Людям, кто проработал у нас в компании больше 10 лет, уже сказали, что были призы и премии. Кто проработал больше 15 лет, мы будем отдельно собираться и торжественные мероприятия. В ближайшее время у нас пройдет юбилейный КВН внутри компании. Сотрудники будут участвовать? Да, 9 команд будут участвовать. Очень веселые мероприятия обычно проходят. Интересно посмотреть. С чувством юмора там все хорошо? Очень хорошо с чувством юмора и с обратной связью. И себя видишь с чувством юмора. И все руководство вообще интересно. То есть могут в КВН подшутить еще над самым главным? Да это одна из любимых тем. Не обижаетесь? Нет, конечно. Родной коллектив и без юмора же как жить. Олег, а вот эта акция призалов, она будет проходить только в Красноярске или она будет все-таки по остальным еще регионам? Она будет на территории нашего присутствия. Ну, в магазинах для всех наших покупателей и владельцев карты копилка. Ну, а я от себя добавлю, что зрителям новостей Прима с 8 по 4, с 8 мая по 4 июня вы сможете тоже принимать участие в этих розыгрышах в прямом эфире, поэтому присоединяйтесь и обязательно смотрите наши эфиры, тут будет все подробно рассказано, как будут проходить розыгрыши. Так, все-таки, людям важно приобрести несколько товаров, два, по-моему, в Командоре по акции и три в аллее. Есть подробная инструкция на кассах, прям, какие товары, как это делать. Мы постарались сделать просто, но я думаю, все поймут. Ну, чтобы доступно было и чтобы каждый человек мог поучаствовать. Когда же все-таки будет результат, когда мы узнаем, кому достанется автомобиль и все вот эти остальные призы? Шесть недель, еженедельно по 20 призов, мы в конце узнаем про главный приз. А вот все призы, которые я называл, они будут еженедельно по 20 разыгрываться. Вот так долго ждать даже не придется. Олег, ну и в завершении эфира хотелось бы от вас услышать какие-то слова, которые вы хотите сказать вот этим главным людям, которые все 20 лет с вами были. Да, это не только день рождения компании, это общий день рождения, и я хотел бы выразить благодарность нашим партнерам за эффективное сотрудничество, всему коллективу за профессионализм, за любовь к своему делу, за энергию. Ну и, конечно, самым главным людям, для которых мы работаем, это нашим покупателям. Спасибо, что 20 лет нас выбираете, спасибо, что мы вместе, ждем вас в наших магазинах, сделаем интересно. Вот как. Ну, а я от себя тоже присоединяюсь, поздравляю еще раз, группу компании «Командор» с 20-летием, но, как выясняется, еще 25 лет, оказывается, существует «Командор», еще с мебельного все начиналось, старший брат, так скажем, который, ну, я так понимаю, так масштабно он не празднуется. Празднует тоже день рождения, мы почти совпадаем, немножко там, по месяцу не совпадаем, что 25 лет, но это для покупателей супермаркетов, «Командор», вот эти вот акции проходят. Мы еще, у нас весь год будет юбилейным, интересным, мы вот эту акцию, которую призолов, планируем сделать осенью еще более масштабно, будет у нас «Битва поваров», сделаем такую тоже акцию. Это те, которые готовят как раз готовые обеды, вот эти все, очень вкусно там, Будем стараться весь год, сделать интересно и не скучно. Интересно, не скучно, это точно будет в течение всего этого года. Еще раз напоминаю, что компанией «Командор» 20 лет, 20 лет назад появился самый первый супермаркет на «Партизана Железняка». 50. 50? «Партизана Железняка» 50. А сейчас, на данный момент, 280 магазинов, 10 тысяч сотрудников и три региона присутствия. Что ж, еще раз вас поздравляю. Напоминаю зрителям, что акция «Призалов» сейчас уже началась во всех сетях «Командор», «Аллея» и «Супермаркеты Хорошие». И все подробности можно узнать на сайте «Командор». Либо в магазинах, есть инструкции, все кассиры знают. Ну и также напоминаю, что в эфире новостей «Прима» с 8 мая по 4 июня будут розыгрыши в прямом эфире, поэтому присоединяйтесь. Но сегодня у нас в гостях был акционер, член совета директоров группы компании «Командор» Олег Сипетый. Олег, спасибо вам большое. Еще раз поздравляю. Спасибо вам. Всего вам доброго.